В эфире программа «Ваш выход». В этом году отмечает свой 90-летний юбилей Приморский академический театр имени Горького. И как раз в эти же дни отмечает свой юбилей всеми нами любимый художественный руководитель театра, народный артист России, лауреат премии «Золотая маска», всеми уважаемый и любимый Ефим Семенович Звенятский. И сегодня мы в гостях у него. Здравствуйте! Спасибо, так патетично, мне нравится. Да. Знаете, вот когда говоришь «Театр имени Горького», слышится Ефим Семенович. Когда говоришь «Ефим Звенятский», подразумеваешь «Театр имени Горького». Это две судьбы, которые сплелись. Это истории, это любовь, вера, надежда, преданность. Я бы хотела, чтобы мы сегодня с вами поговорили именно об этом. Давайте о надежде будем говорить, да? И преданности. Мне очень приятно, на самом деле, потому что, в первую очередь, это связано с тем, что я в театре, как я понимаю, уже 55 лет, а худрук театра 45 лет. И мне кажется, что вот эти временные такие данные, они определяют мое пребывание в театре и движение театра в сегодняшнем, значит, этом море театров, и мы оказываемся на плаву. Мне это очень дорого стоит. Да, вот. И, знаете, всегда очень интересует история. И для многих, может быть, кто-то и не знает, что, когда начался тот период, когда был сделан вами тот первый шаг, Фима из Венятского, маленького, первый шаг в эту огромную прекрасную страну под названием театр. Расскажите, кто повел вас за руку? Кто дал нам это дарование, чтобы мы радовались, почти полвека радовались вам? Да, спасибо. Мне кажется, что мне не руку подавали, а меня подталкивали к этому. И я думаю, что это делала мама. Она очень хотела, чтобы все, что происходило в кинотеатрах, а она билеты продавала в кинотеатре, а у нас там в селе был кинотеатр, всего-то в нем было 50 мест, и она считалась очень уважаемым человеком, потому что билет приобрести за 5 копеек – это было дорого. А я имел возможность быть в кинотеатре, смотреть на ступеньках. И там были красивые люди, восхитительные истории, советское время. И вот я думаю, что внутренне она обладала тем вот даром заразить, может быть, и приблизить меня к тому, что называется театр. И тогда я впервые появился там, Народный театр в этом селе. Я играл пьеси «Я это помню». «Куба – любовь моя» – это Георгий Мдивани. Мне было 12 лет, и это так важно. И потом появился Институт искусств, в котором меня благословила мама. Отец очень так относился к этому, потому что он был… Мама была его любовью, и он всё делал для того, чтобы её желания происходили и прирастали. А вот я оказался в Академии Института искусства. Да, это Институт искусств. Тогда там тоже была такая вещь очень… Я не знаю, позволительно ли это говорить, но тогда был свой ценс на евреев. А я всё-таки из-за еврейского настроения. Получается, что там было всего в те годы, брали всего 5% евреев в институт, в любой, не только в Институт искусств. Это, я понимаю, 60-е годы, да, конечно же? Это 1965 год. Я приехал сюда, в город Владивосток, и оказался… Ну вот, это можно рассказывать, можно не рассказывать, но, тем не менее, я попал уже сверх этих 5%. И Вера Сундукова, это педагог из Петербурга, она набирала курс, она была… И сейчас есть, дай бог, ей жизнь и здоровье. Там появился Саша Михайлов, Юра Кузнецов, ну и вот Фима Звиняцкий, там она посмотрела на меня, говорит, не, ну что вы, давайте, это же, значит, Ромео будущее. Как удачи, сказал. Я был взят, вот тут искусство. Да, и всё. А потом появилась история. Дальше 4 года обучения. Это 4 года взросления, 4 года познания литературы русской, российской. А вхождение во Владивосток, вот как оно тогда? Полюбили вы, сразу ли вы прониклись этим воздухом Владивостока? Ну, я хочу быть искренним, поэтому я говорю, как есть на самом деле. Ну, я же был в селе Амурзет, это там деревня глухая, Там было, значит, 5 тысяч жителей. Это село, которое организовывал Иосиф Виссарионович Сталин. Он отправлял туда и моих родителей по комсомольским путёвкам, туда, где не было ничего. Знаешь, этот анекдот, когда приехал туда, что-то сделал человек и говорит, колхозы созданы, высылайте колхозникам. Вот так и мои родители там оказались, поэтому меня, как я этим не горжусь, я думаю, что в этом есть природа, естество какое-то. Мне дали чемодан, который отец сделал сам, потому что это была нехита очень серьёзная. С 1947 по 1960 год, про новые деньги и так далее. Значит, вот был такой чемодан из фанеры, он был обшит тканью. Там было чего-то странное. И я имею в виду из одежды. И я отправился и приехал сюда, и вот так открыл глаза, и тут увидел другую мир, другую страну, другую жизнь. Правда, я первый раз тоже, я об этом всегда говорю, я выступал там, теннисом занимался, там, и чего-то такие, добровольное спортивное общество, урожай. И меня везли первый раз, когда мне было, ребята, мне было 14 лет. Это очень, Танёша, это очень дорогого стоит, и я первый раз в жизни увидел рельсы. Потому что везли в Биробиджан, а там, в районе Ленинска, рельсы. И я так вышел, вот это есть я сентиментальный человек сейчас стал, но я так наклонился и погладил рельсы. Это была моя первая встреча с будущим Владивостока. А потом здесь появились люди, которые были мои будущие коллеги, студенты. Здесь была встреча с деканом театрального факультета, Гришко Сергей Захарович, фантастический человек, царство небесное, Ткачев Лиха Александрович. Ну, ребят, уходим. Околение людей, которые приближали сегодня вот время, которое называется искусство театра, они потихонечку ушли. И ещё есть такое, если это тоже немаловажно, первый тур мы прошли, второй тур нас собрал, опять же, я повторяю, Саша Михайлов, Юра Кузнецова, Чумаков, Витя Бусаренко, бывший руководитель, и говорит, вы на второй тур не ждите результата, вы уже прошли. А вы сейчас идите и поставьте на сцене в большом зале Института искусства декорации Иванова, Чехова. Это были декорации четвёртого курса. И мы, представляешь, уже зная, не дожидаясь результатов, мы знали и нас, мы ставили эти декорации Иванова, Чехова, конечно. Вот. А потом тоже было интересно ровно на секунду, там у меня не очень с музыкой, я не очень дружу. Я слышу музыку, но воспроизвести её не могу. Ну, вот не могу, и всё. Хотя поставил такое количество мюзиклов, что трудно передать. Значит, и мне пятых такой был ректор, проректор Института искусств тоже. Они все из Одессы тогда приехали. И они открыли в 62-м году фантастический институт искусств, который в этом году, кстати, празднует свой юбилей. Да, вот юбилейный год. Да. Значит, он говорит, ну, давай на пианино сидит, сам проректор за пианино сидит. Чего будешь петь? Я говорю, ну, давайте вот что-нибудь из Искателя счастья. Это был такой фильм, Зузский награл такой еврейский фильм в 32-м году. Его специально построили в связи с открытием, там, Биробиджан или что-то, что. И я говорю, давайте я буду петь вот. Я говорю, ну, напевай, что ты будешь петь? Я говорю, едет пеня Биробиджан, пам-па-ра-рам, пир-ра-ра. Он так смотрит, и мелодию, значит, что-то подхватывает, и играет. Дальше говорит, я всё понял, что ты ничего не слышишь и ничего в этом поймёшь. Ну, вот всё. Но, тем не менее, я был принят. Получается, что вы же закончили сначала актёрское отделение, да, то есть актёр. Были какие-то вот именно проявления как актёра, да, участия в спектаклях, но потом же судьба продолжилась именно в режиссёрской. Да, Танюш, вы знаете, мне повезло, потому что со второго курса о питье и перечисленные мной вот эти великие уже артисты театра и кино были взяты в театр имени Горького, где был Натан Израильевич Басин. Это был грандиозный, восхитительный худрук, главный режиссёр тогда. Он поставил фильм «Хлеб». Сначала спектакль, а потом на основе спектакля был возник, дайте ли фильм тогда существовать? Я всё время говорю тогда, тогда, тогда. Вообще, я знаю, целое поколение людей не ведает даже, что было тогда. И вот, и мы попали на... Дело Артамонов было, Горький, первое такое, и потом я вдруг получил приглашение, я, Витя Бусаренко, и ещё одна девочка с курса получили приглашение, появился Арбузова, простите, Виктора Розова, традиционный сбор, такой спектакль был. И мы вдруг вышли уже в ролях. Ну, а потом все ожидали, «Ну, ну, ну, что тебя ждёт? Что? Что?» И ты увидел, что меня пригласили в театр имени Горького, и там я пребывал очень короткое время, потому что сразу был забран ансамбль песни и пляски Тихоокеанского флота, где, вот, честно, вот тоже пребывал год в роли ведущего ансамбля. Это тоже одна интересная вещь, поскольку и были гастроли. Вот так получилось, что я вот провёл на гастролях всю свою службу. Был Саратов, Ростов, ну и так далее. У нас был Мичман, и когда я демобилизовывался, он восхитительный, грандиозный человек, он только не очень был, он искал, какая же у меня вуз, военная специальность. И я получил военный билет, и всегда много лет уже этим горжусь, потому что там написано ВУЗ использовать военное время певцом, военная специальность – певец. Да, вот это у меня есть в моём военном билете. Такая история была. И я снова вернулся в институт. Вот, да, в театр. Да, вообще-то играл что-то такое не так много, но благополучное. И стал преподавать спустя некоторое время с Александром Ивановичем Запорожцем. Суперартистом театра я стал с ним преподавать в институте искусства. Зашёл на какое-то время и быстро перестал, потому что мне как-то вот не происходило со мной умение преподавать, но я, наверное, всё время там только демонстрировал. Курс он выпустил. Фантастический курс! Тогда я с ним договорился о том, что мне надо срочно уехать в Москву, поступить, закончить высшережиссёрские курсы для того, чтобы этот курс сохранить и забрать полностью в театр. Такого ещё не было. Только современник так был организован. Я поехал, год учился у Эфроса, у Симонова, лаборатории Товстоногова, у людей, которые, знаете, владели, владеют и перевладеют театром, который я продолжаю традиции и сохраняю в себе и в этом театре. Эту школу русского психологического театра. Я поехал, срочно закончил эти курсы. И получил театр города Комсомольска-на-Амуре. Это распределение было? Да, да. Раньше всё распределяли. Была комиссия Министерства искусств, они сидели такие строгие. Я зашёл, там опять читал замминистра Грибанов, он читал Звенятский, Ефим, Самуилович, еврейская, автоном. Вот так он читал. Все засмеялись. А у меня был диплом, мне подписывал Дёмин такой. Он был там теперь начальник управления театров России. Он говорит, да ладно, там одни евреи живут, а там одни китайцы живут, потому что на берегу Китая. И все засмеялись. И я получил театр Комсомольска-на-Амуре и уехал туда работать. И забрал туда 16 человек этого курса. И мы пребывали там 4 самых лучших года в моей жизни. Я имею в виду то время, когда нам было всего-всего-всего. Я получил театр в 28 лет, а они были выпускники, им было по 21 году. И мы работали там. А потом меня пригласили сюда. Да, здесь работал тоже. Вы знаете, это надо знать, это надо ликовать. Табачников и Фим Давыдович. Он построил театр, в котором сегодня и я еще пребываю. Театр, который профессия, мастерство отстёра, школа, достовер. Ну, вот это он. Он же вам потом передал, получается, свое дело. Да. Вы же из его рук приняли театр. Да, да. И в 1984 году я вернулся и возглавил этот театр. в 1984. И забрал сюда 10 человек с Комсомольска на Амуре выпускников этого курса. И там был Славский, Сергей Яков, Тимошенко, Запорожец. Все наши звезды. Все наши курсы. Да, да, да. Вот так мы вошли крепко в этот театр, который не сразу принял меня. Они же тоже здесь же царство небесное, восхитительный артист Бугреев, живой Никитин Валера, который, Сорока Лариса, Таня Данильченко, ушедшая в жизнь. Они, да, ну что, Фима там, режиссер пришел, да, мы его... А мои артисты встали, прости, и было собрание. Я поставил Мережка, круглый стол в охотничьем зале, спектакль, и вот, да, нет, ну это не то, да, значит, вот как-то намеки на то, что надо... Потом Барабаш Наташа была еще, которая писала очень много нелестного о шоу, в котором я работал. Конечно, Бал-бал-бал-бал. И тогда встал один артист на собрание, молодые, со всем, которых я привез, Вовка Сергея, говорит, видите мои зубы, видите, мы вас вот так, гам-гам-гам, за Эфим Севеновичем. И на этом все закончилось, но кто-то ушел, Лариса уехала, значит, Сорока, Валерий уехал к табачи, ну и так далее. А мы остались, и вот прошло 45 лет. И так делаешь, А я сам как делаешь. Есть же еще такой интересный период, помните, 90-е годы, шоу Эфима Звенятского. Это же эпоха, это целое поколение, 15 лет. Как вообще такая мысль пришла? Это было же современно, своевременно, нужно и востребовано, но я знаю даже, что есть такая, как бы вам нужно было, что театр выжил. Да, с этого надо начинать. Да, да, да. Это было главное, значит, истоки этого. Театр должен был выживать, но ничего же, ну, ребят, вы же помните, а, нет, многие не помнят, тарелками, посудой, лампочками выдавали место зарплаты, да. И вот тогда я подумал о том, что ведь веселья такого не было в городе, как сейчас, правда? И мы придумали, значит, шоу Ефима Звенятского в связи с тем, что бы там один, первое отделение работали звезды российского эстрады. Эстрады, да. Они все были на шоу Ефима Звенятского за все эти годы, кроме Аллы Пугачевой. Вот все. И второе отделение два часа работали артисты театра Горького. Были столики, были еда, накрытие какое-то, совершенно простое накрытие. И вот мы так проработали. Я сделал, думаю, что за это время программ и 15, наверное, это каждый раз программа, это каждый раз актеры до двух, до трех ночи, это каждый раз... Насколько я помню, это было раз в неделю? Нет, начинали раз в неделю, да, субботу или воскресенье, а потом начинали работать под звезд. Те, которые приезжали, а тогда было огромное количество «Приезжих звезд». И мы их договаривались, брали на шоу, и тогда мы увеличили. Но больше, чем два, три раза максимум мы не работали, потому что параллельно на сцене на «Большой» я репетировал Чехова-Иванов. И вот эти вот небывалые заработки, которые измерялись копейками, еще раз повторяю, они уходили на Чехова, на декорации, на костюмы, на Иванова Чехова, который по сей день идет в театре. 27 лет идет в театре Иванов Чехова. 27 лет на сцене играет Саша Славский, Вова Сергея, Яков Саша Запорожского, лидер. Представляете? То есть все поколение, которое... Не бывает случайностей ни в жизни, ни в театре. Должна быть какая-то твоя разговор с собой через вот небесное создание. Тогда ты. Но вы как отец, понимаете, вот для театра, потому что в тяжелые времена вы выходите, находите такой вариант, как шоу, да? Тоже это было очень рискованно, но другого выхода не было. Потом более-менее успокоилось, да? И мы видим сегодня, что вы делали все для того, чтобы театр жив. Для того, чтобы он порождал эти великолепные спектакли. Начнем 2000 год, поминальная молитва, которая точно так же живет и радует всех. И нет, наверное, человека, который не побывал на этом спектакле, не попереживал на этом спектакле, наверное. Вот эти вещи, они, конечно, незабываемые. Какие еще спектакли, которые вы с душой всегда будете нести, и они будут занимать часть вашего сердца? Так, вот прежде чем ответить на этот вопрос, можно я еще два слова до вхождения в этот период? Вперед. Во-первых, тогда Юрий Григорьевич Дыденко, это дальморепродукт был, который очень активно помогал нам на предмет того, что мы затеяли тогда первые гастроли в Японию. И это же было «Бу-бу-бу». Это было Сакаймината, это был 1993-1994 год. А как туда доехать? И кто вас выпустит? Да, нас выпускали, это добро, тогда была эта дата, префектура Тотари. Но Юрий Григорьевич говорит, Фим, я отвезу вас на теплоходе там, Чивилихин, да, вы давайте вот сейчас каждый месяц отправляйтесь на китобойные флотилии, на суда дальморепродукты и работайте там гастроли свои. Вот этот период был фантастический же. Театр на целый месяц 2 мая отправлялся на гастроли на плавбазы. И с одной плавбазы на другую и так далее, и так далее. Мы работали Южно-Курильский охотоморскую экспедицию. Ну, это же фантастика, правда? Вот. И потом за это он нас отвез значит на гастроли в Японию. В Японию, да. И очень помогал там. Тогда возникла первая дальморепродукт DDS Japan. Такие были совместные предприятия впервые. И он им крабы поставлял, а они нам за это гастроли делали. Вот. Это вот тебе вот великий Деденко. Вот такие были тоже. А потом спектакли, о которых ты говоришь, поминальная молитва. А на завтра в ноябре будет 250-й спектакль. 250-й в ноябре будет. Можешь поздравить нас? 250 раз. 250 раз будет играть. Да. Причем почти все и те же артисты. Центральная главная роль. Там даже умудряются Яна Мял, Коля Налитова. Им уже сейчас чуть-чуть больше, чем значит, героем этой пьесы. А они играют там восьмилетних и девятилетних детей. И все это пребывает и идет. Вот позавчера был спектакль поминальная молитва «Аншлаг». Переполненные залы. Представляете? И это длится 20 лет. 22 года. 22 года. Ну да. Вот поэтому... Какие еще такие же спектакли, которые до сегодняшнего дня имеют свою историю? Вы знаете, ну я сказал спектакль Иванов, а потом других таких спектаклей нет. Другие спектакли имеют свой день, месяц, год, но не историю. Все спектакли долголетние, ведь репертуар психологический русского театра Владивостока это репертуарный театр. И это тоже стоит очень дорогого. Потому что антрепризы, вы знаете, смены руководства, да-да-да-да. А вот мы сохраняем афишу театров, которые, номинования которым и 25, и 20, и 27, и 1, год и 2. И это очень важно, потому что ты стараешься держать планку какую-то для тех, кому мы служим. Говорю об этом ответственно. Для зрителей. Я не занимаюсь опытами. Я не ставлю себе целью удивлять зрителя голыми, подраздетыми, или полуобутыми, или грязно пахнущими. Нет, я хочу, что театр все-таки исследовал сердечко человеческое. А мы такие разные, и мы, в принципе, чрезвычайно порядочные люди. Я имею в виду тех, кто приходит зрительно обсудить, какие они благодарны. А знаешь, почему? Мы их не обманывали. вот столько лет, и они приходят, и приходят. Ну, наверное, это все проходит, но пока это так. Сегодняшний день, да, он юбилейный как для театра, так и для вас. Собственно, всегда в такие минуты хочется подвести черту какую-то, наверное, для того, чтобы шагнуть дальше. Что сегодня будет вдохновлять? Я считаю, что первый человек в театре – это артист. Артист – это движение. Артист – это то вдохновение, о котором вы говорите. Артист – штучная профессия. Это не мной сформулировано. Штучная. И надо вот они тот пафос, та внутренняя культура и содержание, которое есть. Знаешь, это как полет в небеса. Да, то есть коллектив многолетний, трупа – это же всегда очень такая сложная психология коммуникации, общения, поддержания своего рода, удержания в определенные моменты. Как это всегда удавалось? Как вы их, как они вас, вокруг вас вот так вот все столько лет? Вы задаете такие вопросы, очень точечные, хочу я вам сказать. А ответь, почему? В этом есть принцип моего поведения и моего пребывания в театре. Потому что сто процентов трупа театров выпускники института искусств. педагога, я не беру 45 лет, ни одного человека со стороны или из другого града. Я беру только в год я беру или мальчика, или девочку, или двух мальчиках, и девочек. И вот сегодня трупа, я думаю, на 30 процентов это другое поколение, которых многие только вот познают зрители. Это важно. А еще потому что каждый педагог Света Салахудинова, Народные Славские, они все педагоги института искусств. И вот ты видишь, это причинно-следственная связь. Они, я говорю, ребят, Сань, кто там, какой-нибудь мальчик или девочка, дайте хорошего для театра. А вот, обратите внимание. Да, пам-пам. И тогда я, доверяя педагогам, с которыми я прошел этот путь почти 40 лет с ними вместе, я беру этих людей в театр. Иногда кто-то уходит, иногда попадаем, не попадаем, но тем не менее в основном мы отгадали. И это тоже, вот и ответ, это принцип. Знаете, институт искусств это кладез, потому что всегда на курсе есть два-три, три-пять, больше не бывает актеров или актрис, которые могут быть и своим содержанием, и украшением театров, которые они приходят, они рвутся в театр. Ну вот, почти в завершении хочется задать вот такой вопрос. Недавно вы получили награду лауреат премии «Золотая маска», причем очень важно за развитие театральной деятельности, театрального искусства. Театрального искусства. Я понимаю, что немногим удается это получить. Что это вообще? Расскажите, потому что мне кажется, это такой не только, это не только ваш подарок, это всеобщий наш подарок. Я имею в виду приморского зрителя. Ну, что я хочу сказать? Я очень долго ее получал. Вы знаете, мне ее выдали вот в прошлом году, когда достаточно много времени я работал в театре, пребывал, и я ревностно относился к тому, а вот театр, а тут... Есть такое беспокойство, оно очень серьезное, о том, что мы далеко живем. Вы знаете? И есть такое... Вот сегодня у нас юбилей, я уже по пять, по семь лет подаю заявки на народного или заслуженную актрису, или народного артиста, и до нас это не добегает. Вот, или смена частая Министерство культуры России, или нам не до нас, но даже бы в день юбилея я вижу, чтобы Марина Волкова, там, Наташа Овчинникова, Валя Запорожец, они имеют право стать... Они первые, они имеют право получить это звание. Ну вот, а я вдруг спустя, спустя, значит, сорок, да где-то, пятьдесят лет в театре, вдруг я получил... Ну, я испытываю чувство признательности, благодарности. Там были со мной такие люди, которые получили в этот же день, в этот же год эту маску. у меня, правда, была с маской одна история-то. Я вам расскажу, этого никто не знает. Сколько все заходили, смотрели, и один человек зашел, говорит, слушайте, а давайте я эту маску повешу, вот на стене мы повесим. Я говорю, ну, как-то не очень ловко, ну, давай. Я, значит, он берет эту маску, вот здесь она хрясть и падает и разбивается в клочки. Кошелом. Да. Ну, и тогда ты думаешь, о, это как зеркало разбилось или там начинаешь думать, что ты такая... Да, да, символы, знаки. Ты сидишь, да, ну, вау. А у меня не было реакции. Никакой. Я просто сидел, и мне потом об этом говорили, кто здесь находился в кабинете. Я не отреагировал, но я понял, что у меня вот там что-то оборвалось, потому что как-то кощунственно это что вот. И у нас есть бутафоры в театре. Есть такие мастера, мастера. Вот маска вот там лежит, вы можете подумать, они собрали ее из кусочков, из осколков. Мне кажется, это так символично. Конечно, я не знаю, это и есть мое отношение к маске, которая мне вот так но Валера Брюхов это у нас такой бутафор есть, который вот мог создать такой. Прекрасно. Ну и в конце, конечно, хочется еще раз поздравить вас с 90-летием театра, вас лично с наступающим вашим юбилеем. И, конечно, слова зрителям, своим актерам актерам к нам на камеру. Я? Конечно. Поздравьте. Потому что это праздник для всего Приморского края. Во-первых, я признателен вам и вашей команде за то, что вы взяли, нашли время и пришли к нам. И я думаю, что это не только в связи с юбилеем, потому что у нас такие долгосрочные отношения были. Я что зрителям? Вы знаете, у каждого есть дом, у каждого есть семья, у каждого есть любовь или отторжение, у каждого есть притяжение, которое называется притяжение земли, многие говорят. А я дышу и думаю, что есть притяжение театра. Вот я бы хотел, чтобы это притяжение пребывало всегда. И еще я бы хотел чтобы вы верили. Вот театр это храм, говорил Щепкин. А сцена в нем алтарь. Священодействуй или убирайся вон. Вот если вам притяжение, нам это повод для того, чтобы пребывать в этом взаимодействии с вами. Это первое. И дальше я хочу сказать, есть такое понятие, оно простое. Мама, папа, дочь, внучка, сын. Это все эмоции, которые продлевают жизнь. И поэтому, чтобы жизнь была продленной, и желаю вам здоровья. Тот, кто старше, понимает, что когда ты говоришь здоровье, то ты вкладываешь смысл в эти слова. Здоровье вам и освещение театром, в котором вы бываете. Спасибо вам, Ефим Семенович, и низкий вам поклон за все, что вы делаете для нас. Спасибо. Взаимно. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова